Борьба с телефонным мошенничеством, ремонт пунктов полиции, приобретение электромобилей для патрульных. Эти вопросы обсудили сегодня на совещании в Чебоксарской администрации. В городе работают муниципальные программы профилактики правонарушений. В текущем году на эту сферу предусмотрено около 31 миллиона рублей. Средства пойдут в том числе и на дальнейшее совершенствование системы видеонаблюдения «Безопасный город». Благодаря установленным камерам столицы республики уменьшается количество преступлений и упрощается процесс их раскрытия, подчеркивают в МВД. А вот краш по бесконтактной системе в этом году стало больше. Мошенники все чаще обманывают жителей через телефонные звонки, требуя раскрыть свои банковские данные. Совместно с прокуратурой администрация разработала план профилактических бесед с горожанами, распространение социальной рекламы. Также на совещании внесли предложение о ремонте пунктов полиции, закупке новых электромобилей для патрулирования набережной и Красной площади. Московская набережная на сегодня благоустроена, привлекает большое количество жителей, гостей города. Соответственно, за летний период времени нашим сотрудникам там было пресечено уже за этот период свыше 2000 правонарушений. Поэтому наше предложение приобрести соответствующие электрокары четырехместные, для того чтобы на 6-километровой набережной, в том числе с охватом Красной площади, наши сотрудники были более мобильны и тем самым эффективнее обеспечили правопорядок в городе. По электрокарам мы изучим сейчас вопрос, рассмотрим возможности финансирования. По участковым пунктам полиции считаю, что нужно рассмотреть, сметы сделать. У нас, в принципе, заложены средства на 2021 год. И по необходимости мы можем добавить, привести конкурсные процедуры даже в этом году. И начать их выполнять. Также сегодня Алексей Ладыков представил нового директора Чебоксарского троллейбусного управления. Им стал Андрей Васильев, ранее работавший начальником отдела транспортного обеспечения и связи администрации города. Чебоксарское троллейбусное управление – самое крупное предприятие муниципалитета со штатом более 1700 человек. По словам Алексея Ладыкова, главная задача нового руководителя – повышение качества пассажирских перевозок. 52 многодетные семьи Ищеваши.